Всем большой привет! Сегодня я предлагаю приготовить быстрый карамельный торт, который я называю выручайка. Берем 3 больших яйца, добавляем щепетку соли и вбиваем 3-4 минуты до пышности. Яйцам я теперь добавляю 50 граммов сливочного масла комнатной температуры и тоже так вот слегка перемешаю. В 3 подхода добавляю 300 граммов вареного сгущённого молока. Берите обязательно хороший качественный продукт. Беру 220 граммов просеянной пшеничной муки, добавляю сюда 10 граммов разрыхлителя и слегка перемешаю ложкой. Постепенно ввожу муку с разрыхлителем, перемешивая лопаточкой. Вот такое, посмотрите, у меня получилось тесто, теперь его нужно сразу же выпекать. 380 грамм теста, это получается приблизительно половина, я выкладываю на силиконовый коврик и разравниваю. Также вы можете выпекать на пергаменте. Только берите хороший пергамент с силиконовым покрытием, чтобы корж к нему не пристал. Быстро распределяем тесто по всему силиконовому коврику тонким слоем. Теперь корж отправляю в духовку, прогретую до 180 градусов на 6-8 минут. Также вы можете выпекать коржи одновременно. Вот и готов у меня второй корж. Я его аккуратненько снимаю с силиконового коврика. Вот, посмотрите, какой он получается. Друг на друга не нужно складывать коржи, потому что они прилипнут. Пока коржи остывают, займемся кремом. Я беру 500 мл очень жирных сливок, здесь жирность 33%, и они должны быть обязательно очень холодными, чтобы хорошо взбиться. Добавляю сюда 10 грамм ванильного сахара. Чтобы сливки не брызгали во все стороны, я вот накрываю их всегда пищевой пленкой, делаю здесь небольшое отверстие и начинаю взбивать. Когда сливки немного загусли, я уже убираю пищевую пленку и добавляю сюда 80 грамм вареной сгущенки. И тоже взбиваю. Коржи выкладываю друг на дружку и теперь обрезаю края, чтобы коржи получились ровными. Я все замерила линейкой, чтобы у меня получились ровные коржи. И у меня будет 8 коржей размером 13 на 17,5 см. Можно сделать не 8 коржей, а 6 или даже 4. Вот, допустим, вот такой вот получится у вас торт. Выкладываю теперь коржи друг на друга и разрезаю снова пополам. У меня получится такой небольшой, даже маленький, но высокий тортик. Like this. Теперь промазываем каждый корж кремом. Крем, кстати, получился очень вкусный. Распределяю. Можно добавить еще крема. Вместо сливок можно использовать очень жирную сметану. Тоже будет вкусно, с такой легкой кислинкой. И то же самое я делаю со всеми коржами. Собираем тортик. Верхи и бока тортика тоже смазываю кремом. Знаете, на что похож крем? Он похож на мороженое крем-бруне. Тортик я посыпаю сверху крошкой, которую я сделала из остатков теста. То есть из остатков коржей. Вы же можете украсить по своему вкусу. Можно, допустим, использовать измельченный арахис. Мне кажется, что карамельный вкус будет хорошо сочетаться с арахисом. И бортики я тоже украшаю крошкой. Мне кажется, что так проще всего. И если вот на каждый день, то и такого декора вполне достаточно. Тортик я накрываю крышкой, чтобы не впитывались запахи с холодильника. И отправляю его на 2-3 часа, чтобы он пропитался. По внешнему виду очень напоминает медовик, но по вкусу это карамельная вкусняха. И теперь показываю вам, какой он получился красивый. Я хочу пробовать. Пробую. Это вкуснейший торт. Он очень мягкий, нежный, пропитанный. Весь такой карамельный. Похож на мороженое крем-брюле. Резюмируя, хочу сказать, что это максимальный вкус при минимальных временных затратах. Надеюсь, что вам понравилось. Делитесь со мной в комментариях. Всем пока. До новых вкусных рецептов. Субтитры сделал DimaTorzok